Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и Фераксис несколько дней назад анонсировали августовский патч. Очевидно, он выйдет на следующей неделе, скорее всего, во вторник или в четверг, как это обычно происходит. Что нового они сказали в двух словах? Во-первых, режим с случайными технологиями и социальными политиками, со случайным распределением этих технологий и социальных политик на дереве. И возможность отключать в игре некоторые чудеса природы. Теперь подробнее. В видеоанонсе разработчики говорят, в игру мы добавили с набором Майя и Великая Колумбия несколько новых уникальных чудес природы, которые не всем пришлись по вкусу. Я их удивлю, многим и оригинальные чудеса природы не пришлись по вкусу, по той простой причине, что они не сбалансированы. Кому там нафиг глаз пустыни, например, или как он, глаз Сахары рядом нужен, вообще бесполезное чудо. А кому-то приваливает Торрес Дель Пайна, который удваивает доход от всех клеток рядом с ним. Или Дорога Гигантов, которая дает плюс 5 боевой мощи всем юнитам. Но сам факт, что можно теперь перед игрой включать-отключать какие-то чудеса природы, очень классно. И я бы на месте разработчиков на этом не останавливался, а давал возможность, например, отключать какие-то цивилизации, чтобы они рандомно не появлялись. Тогда не надо было бы игрокам заниматься вот этим забаниванием наций перед партией. Установкой количества ресурсов перед игрой. Я имею в виду, например, можно поставить, чтобы на карте было 20 ресурсов нефти, предположим. Обязательно. Ну вот такие вещи, так что это путь в правильном направлении. Как и, в принципе, режим случайной технологии и институты. Если вы играете в этом режиме, то технологии и социальные институты будут просто перемешаны случайным образом. И связи между ними тоже будут случайным образом созданы. Более того, вы не будете видеть это дерево до конца, только когда вы открываете технологии, которые находятся рядом. Естественно, для всех цивилизаций, для всех игроков этот рандом будет абсолютно одинаков. Ну, в общем, все дерево будет похоже на то, как оно выглядит сейчас в самой последней эпохе. Вот там, где вопросики такие, они случайным образом разбросаны, так и здесь будут. Случайным образом, естественно, технологии и социальные политики будут перемешиваться внутри своей эпохи. То есть ядерное оружие открыть в древнем мире вы не сможете. Это не уникальная придумка. Это, кстати, практиковалось во многих 4Х стратегиях. Просто на данный момент немножко подзабылось игроками. В ради разнообразия почему и нет? Тоже веселый режим. Пообещали еще, что пожары в лесах теперь будут происходить дольше. Какие-то новые эффекты для площади правительства не уточнили какие. И эти все изменения, они бесплатные. То есть они будут для всех абсолютно, неважно, купили вы New Frontier Pass или нет. То есть это обновление для всех обладателей Civilization 6. Меня во всем этом только, опять же, смущает то, что разработчики как будто считают, что Civilization 6 уже окончательно отполирована. И осталось только вот всякие приколюхи туда добавлять. Вот типа таких случайных режимов. Ну, не знаю, вы как считаете? Пожалуйста, в комментариях напишите. На этом все. Играйте вам на игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.